Всем привет! Сегодня на замене дисплея у нас Honor 10i. Приступим к разбору. Смотрите, я предварительно прогрел заднюю крышку и вот такой подложкой от защитного стекла, как и в прошлых видео у меня на канале, отсоединил ее от клея. То есть вот таким вот образом, нехитрым. Прошли по всему корпусу, по рамке. И вот так вот мы его приподняли. Здесь у меня был надкол, и чтобы он у меня не сломался, я тщательно прогревал это. Потому что бывает, если плохо прогреешь, в том месте, где есть трещина, у тебя может трещина это разойтись, либо пойти дальше. Убираем заднюю крышку. Берем обычную крестовую. Смотрите, здесь система такая же, как и на Honor 10i Lite. Вот эти вот два болтика, которые первые я открутил, они другого диаметра, другого размера. Вот, не перепутайте. То есть один вот здесь идет, второй вот здесь. Остальные все стандартные. А, нет, еще один. Три. Вот здесь он находится. Так что, когда будете устанавливать обратно, не перепутаете это все дело. Так. Выкручиваем все болты с верхней защиты. Единственное, здесь на 10i идет три камеры. На 10 Lite 2. Потому что он у меня вон лежит. Точно такой же телефон, только цвет отличается и камера. Дисплей у них идентичный. Значит, снимаем оставшиеся болтики. Аккуратненько вытаскиваем этот болт. Выбираем в сторонку. Передварительно выключаем телефон. Выключаем его. Все. Берем лопаточку. Один вот этот маленький. Не выкрутили. Берем лопатку. И поднимаем нашу защиту. Защиту шлейфов. Дисплея основного. Вот это у нас NFC. Вот так. Так, защиту приподняли. Отсоединяем аккумулятор. Отсоединяем отпечаток пальца. Заднюю крышку убираем в сторону, чтобы она нам дальнейшем не мешала. Вытаскиваем защиту полностью. Тоже убираем в сторону. Снимаю камеру. Убираю в сторону, так как мы будем вытаскивать дисплей, чтобы ее не ушатать. Отсоединяем шлейф основной. После этого берем за нашу пленочку. Она у вас подписана. И аккуратненько подтягиваем ее. То есть снизу мы помогаем пленочке. Подтолкну батарейку двумя. А вот этим и вот этим шлейфом. А центральным основным шлейфом мы саму батарейку и звукаем. Вот так все будет выглядеть. Аккуратно, не пугайтесь этих звуков. Это все нормально. Сразу, что я делаю с батарейкой. Беру обычную лопатку. Либо что у вас есть круглая, твердая под рукой. Вот так вот прокатываю ее. Таким образом. Все, она у вас уже не гнутая. То есть видите, ровненькая батарейка. Которую мы с легкостью установим обратно. И она нигде не будет вам выпирать мешать. Батарейка тоже убран в сторону. Значит, следующий этап. Отклеиваем защитную пленку от аккумулятора. Отсоединяем шлейф. Это шлейф дисплея у нас идет. И все. Будем приступать к выклейке дисплея. Смотрите, видео сейчас приостановлю. Мне нужно будет прогреть дисплей. И аккуратненько вот таким вот предметом. Медиатор металлический. И обложкой от защитного стекла я буду аккуратненько прорезать оставшийся клей. Пока остановлю видео. Как это сделаю, я продолжу съемку. Так, в общем, с дисплеем мы закончили. Сейчас покажу, где он делся. Блин, я его уже убрал. Ну, в общем, ладно. Выклеили старый. После этого зачистили рамку. Защищаете ее от герметика, от старого. После этого извлекаете сетку слухового динамика. Также ее чистите. И чистите сам разъем, где идет динамик. То есть он здесь находится. Чистите здесь. Потому что пыль, грязь, все равно все что-то мелкое. Но всегда забивает это. Вот. После этого, как почистили, обезжириваете поверку. И мы можем приступать к вклейке. Берем наш герметик. Наносим немножко вот здесь. И вот здесь. На поверхность. Где мы будем устанавливать нашу сеточку. Устанавливаем ее. Смотрите, дисплей мы проверили уже. С ним все хорошо, работает без нареканий. Ставить будем реклсиди в качество. Так. Значит, сеточку установили. И начинаем проходить герметиком по всему контуру. Нашей рамки. Вот так и пошел, пошел заливать это все дело. Наносите клей так, чтобы у вас не было зазоров. Хотя я это и говорю в каждом видео. Но если вы первый раз наткнулись на меня, то заливайте без воздушных зазоров. Чтобы у вас дисплей полностью прилегал к клеевой основе. И затем к рамке. Чтобы за воздуши на княге не было. Снизу так же проливаете. И приступаем к нанесению на другую сторону. Хватненько это все делаем. Так, так, так. Почти закончили. Есть. Все. Герметик нанесен везде. Можем приступать к самой клейке. Так. Крышечек не вижу от герметика. Закрываем герметик. И устанавливаем наш дисплей. Давайте сейчас подготовим камеру. Проверим ее. Немножко она грязновата. Сейчас берем салфеточку. И салфеточкой аккуратненько убираем пылинки или босаринки. Вот таким образом. Из фанатизма, чтобы линза у вас осталась жива. После этого. После этого переворачиваем телефон. Устанавливаем камеру на штатное место. Вот так. Закрепляем ее. Все, камера у нас на месте. Теперь устанавливаем наш модуль. Вот таким образом. Проверяем, чтобы он у нас нигде не выпирал. Вот так. Есть. Подсоединяем дисплей к материнской плате. Есть такое дело. Выкрепляем его, чтобы он нам не мешал. При установке батарейки. Вот так. Выкремили. После этого отсоединяем. Основной шлейф я его подсоединял, чтобы протестировать дисплей. Так, поднимаем нашу проклеенную пленку. Аккуратненько, чтобы не повредить ее. Даже если повредить, в принципе, ничего страшного она. Телефон будет существовать замечательно и без нее. Она просто служит здесь как прокладка между основным клеем, который нанесен на рампу и аккумулятором. Потому что если бы на такой слой клея вставили аккумулятор, выпало просто физически. Так, где моя лопаточка зеленая? Вы кого физически не отклеили. Так, вот здесь мы аккуратненько наносим. Так. В принципе, готово. После чего устанавливаем наш аккумулятор. Вообще по-хорошему нужно это все быстро делать, чтобы у вас герметик не успел схватиться. Устанавливаем аккумулятор. Ставим все на свои места. Есть. Здесь вот что-то было жирное. Это после съема. В том месте, где было, по-моему, повреждение на крышке. Вот здесь немножко что-то, либо может конденсат, либо что-то собралось. Подсоединяем шлейф аккумулятора. Ой, аккумулятор, отпечатка пальца. Перекупал слегка. Установили шлейф. Убираем его в сторону. Берем нашу защиту. И аккуратнейшим образом вставляем его на место. Так, здесь шелок. Вот здесь немножко усилия понадобится. И вот здесь. Здесь у нас защелочка такая металлическая. Все. Нет, не все. Так, надо чем-то подтолкнуть лопаточку. Все, теперь. После этого запускаем наш аппарат. Чувствуем то, что пошла вибрация. Берем, значит, наши маленькие болтики. Помните, да, за которые я говорил, один вот здесь находится. Который меньшим диаметром и размером. Один вот здесь. Их три штучки. И один вот здесь. После этого берем болты стандартные все. И проходим по всей защиточке. Защитку сейчас закрутим. Проверим дисплей на работоспособность. Если все хорошо, то будем собирать его полностью. Вернее, заднюю крышку будем наклеивать на старый оригинальный клей. Его хватит на очень долго. Если вы повредили клей, когда снимали заднюю крышку, ничего страшного в этом нет. Берете герметик, на который сажали дисплей. И проливаете его по тому же месту, где я и был у вас старый оригинальный. Значит, берем наш телефончик. В общем, запустился, что ли? Запускается. Все, проверили. После этого прогреваем нашу заднюю крышку. Ставим на резинке. И даем ему отдохнуть 3, 4, 5, 6 часов. Чтобы он проклеился полностью. Все, ваш телефон готов. Всем пока.